Тимофеев Владислав Егорович, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории космических лучей высоких энергий Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Шафера Сибирского отделения Российской Академии Наук Автор более 80 научных работ и 6 изобретений Заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской Академии Наук Отмечен знаком изобретатель СССР Принимал участие в создании и установке научной аппаратуры на искусственных спутниках Земли и космических аппаратах Научный руководитель эксперимента по исследованию динамики энергичных заряженных частиц На Международном космическом проекте Интербол Кандидат физико-математических наук Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – космические исследования, проводимые в Якутии Как вы знаете, космическая эра началась с запуска первого спутника в СССР в октябре 1957 года А уже в следующем году, 1958 в июне, первый космический прибор, сделанный руками наших ученых-космофизиков города Якутия, уже летел на геофизической ракете с космодрома Капустин-Яр Первый полет Гагарина – 12 апреля 1961 года А в 1962 году на спутнике Космос-6 полетел первый прибор, созданный также нашими якутскими космофизиками Но якутские космофизики на космических аппаратах ставили больше 40 приборов на различных космических аппаратах и ракетах Интересы были разные Это исследование космических лучей, исследование радиационного пояса, исследование солнечных вспышек А также работали в интересах Министерства обороны по заказу Главного управления космических сил Министерства обороны ЦСР Так, например, наши приборы летали на тех космических аппаратах, на которых испытывались ядерные энергетические установки То есть мы измеряли радиационную обстановку рядом с ядерной энергетической установкой Это искусственную радиацию, а также измеряли естественную радиацию, которая излучает Солнце, галактики, космические лучи Диапазон на работ был очень широкий Так, например, в 1962 году над островом Джонстон в Тихом океане Американцы взорвали термоядерную бомбу И прибор Юрия Георгиевича Шафера Он зарегистрировал тогда Образование искусственного радиационного пояса В 1968 году Китай сделал в космосе термоядерный взрыв Нашими приборами все характеристики этого прибора были исследованы Конечно, эти работы велись в большей степени по закрытой теме Но у нас и было достаточно много научных работ в области фундаментальной физики Исследование распространения космических лучей в межпланетной среде Изучение радиационных поясов Земли Высотный разрез ионизирующего излучения в атмосфере Также были исследованы нами воздействия космического излучения На приборы, которые устанавливаются на спутников Воздействия на микросхемы, транзисторы Ну и другие радиоэлектронные изделия, которые используются в космосе Наш руководитель Юрий Георгиевич всегда был передовым человеком Энтузиастом своего дела И он мечтал, когда-нибудь в Викуке будут тоже запускать космические ракеты Такое случилось в поселке Тикси 3 сентября 2015 года Впервые была запущена геофизическая ракета Так что мечта Юрия Георгиевича О том, чтобы исследовали космос И из Якутии прямо космическое пространство Ну пусть даже это ближайшее космическое пространство Оно осуществилось Ну надеемся, что найдутся молодые, сильные, смелые люди Которые придумают новые эксперименты Продолжят наши дела Дело Юрия Георгиевича Наша страна в области космических исследований Много лет была самой передовой Ну как вы знаете И первый человек полетел И первый спутник Первая женщина Наши ракеты и космические корабли достигали других планет Велись исследования планеты Венера Марс На обратной стороне Луны делали снимки Луноход был В этих работах, конечно, мы принимали участие И приборы наши стояли на различных этих аппаратах Интересный прибор был спектрометр протонов Который устанавливался на проекте международным интербол В проекте интербол участвовало 19 стран Это страны Европы, Кубы и Канады Отбор на любой космический аппарат Всегда очень строгий Потому что требуется, чтобы аппаратура не просто оригинальная была А выдерживала все характеристики Это требования температурные, высокие Сами знаете вы, что в космосе и нагревается сильно И отрицательная температура, и низкая Ну, также во время пуска надействуют большие ускорения До 60 уже, когда ракета запускается И еще вибрации Вот для того, чтобы создать приборы, способные выдержать такие условия У нас в институте был создан специальный испытательный зал Где можно было и нагревать аппаратуру, и охлаждать И создавать тепловые удары Ускорение создавать, вакуум создавать Все это делалось руками наших инженеров Очень талантливых людей Большинство приборов наших изготовлялось по собственным изобретениям Которых было достаточно много И вся эта аппаратура, которая была изготовлена здесь Она проходила испытания в Москве В Москве Научная аппаратура, которая устанавливалась на космические аппараты исследовательские Ну, так как в Винтерболе или еще других Они проходили испытания в ВИКИ А другие аппаратуры, которые делались по заказу Министерства обороны Это в предприятиях Министерства обороны проходило Там проходили так называемую военную приемку То есть на каждом этапе испытания присутствовал представитель Министерства обороны И этот прибор, например, начинает выбрать стенды трясти в определенном диапазоне чистот То делается в присутствии обязательно представителя Министерства обороны Как правило, это офицер ранга не ниже майора был После этого испытания все протоколируется Переходишь к другому испытанию Ну, скажем, к испытанию тепловым ударом Это значит до минус 60 градусов его охлаждает в специальной камере А потом резко высокую температуру создают в этой же камере Где плюс 60-50 градусов сразу же И испытывает После этого включает прибор Заработает он Или что-то у него сломается во время такого теплового удара Ну, так же это все протоколировалось Ну, конечно, эти испытания не сразу проходили Приходилось много раз переделывать, дорабатывать институт Но в конечном счете мы создавали так называемый опытный образец прибора На котором он испытывался После этого делали штатный прибор так называемый Штатных приборов всегда было два Это один, который устанавливает на спутник или ракету А второй запасной Для того, чтобы если что-то случится Вот перед самым запуском Сразу было можно заменить этим зиповским прибором Ну, для меня лично самые трудные испытания были эти На электромагнитную совместимость Ну, вы представляете спутник А там очень много приборов И они все излучают Какое-то всеверное электричество работает Есть еще антенны у них, которые передают, получают информацию И должны друг другу не мешать приборы То есть не создавать помех для работы других приборов Это достаточно сложное было Ну, вот вы вот пришли Вас попросили, чтобы не создавать помеху Вот этой аппаратуре съемочной Выключить социальные телефоны Или выложить их туда, в сторону Ну, примерно так же Еще больше строго в космосе Если что-то на кого-то повлияет Это авария Такие случаи были Когда вот отказы были Конечно, эти испытания были достаточно сложные Потому что особенно в тех космических аппаратах В которых измеряют еще естественное Магнитное поле, например Вот, и летает Оно же маленькое Там несколько гауссов А приборы звучат гораздо больше И поэтому требования были достаточно жесткими Это приходилось трудно Ну, еще мы свои приборы калибровали на ускорители в Киеве Что такое ускоритель? Это электрическим полем ускоряет заряженные частицы Протоны разгоняет до высоких энергий Циклотрон это по кругу разгоняет Так вот То есть там есть электрическое поле высокое И магнитное поле Фактически это громадный СВЧ-генератор И когда мы первый раз приехали в Киев На весь вид ядерных исследований Со своим прибором Чтобы калибровать На пусте протонов То получился такой казус Что вот Когда включили циклотрон У нас сразу аппаратура вся сгорела Потому что она не рассчитана была На такое громадное воздействие Электрических и магнитных полей Ну мы же делали для космоса А не внутри ускорителя Должен было работать А калибровать нужно было Потому что вот этот прибор Должен был измерять радиация Рядом с ядерной энергетической установкой Зачем в космосе нужны Ядерные энергетические установки? Это в основном для военных спутников Когда нужно иметь достаточно много энергии Ну для боевых скажем лазеров Или еще что-нибудь такое Ну вы звездные войны видели Китали вот такое Там вот не запасешься энергию От солнечных батарей Вот которые всегда бывают спутники Там у него развернуты солнечные Ну там совсем немножко энергии А для оружия нужно очень много Поэтому ядерные энергетические установки Создавали, создают и будут По тем временам это наши были Лучшие ядерные энергетические установки И вот мы должны были создать прибор Который измерял бы ту радиацию Которую создает эта установка И для этого нужны были калиброванные Чтобы точно измерять Потом мы преодолели Эту конечную трудность Примерно где-то С третьего захода Пришлось нам принять Всякие меры Вплоть до экранировки Положить свой прибор Специальную тоже камеру Которая не пускала бы электромагнитное излучение Но все-таки мы прокалибровали И прибор пользовался большим спросом Ну вы знаете, наверное Из прессы читали Что даже американцы Пользовались нашими Энергетическими Ядерными установками Вот на таких Дальних космических аппаратах Как Вояджер Который 40 лет с лишним летит Вышел за пределы Солнечной системы Там до сих пор Работает ядерная Энергетическая установка Созданная Нашими учеными Советского Союза В испытании таких установок Мы принимали участие Но косвенное В смысле создавали Приборы, которые контролируют Их работу Мечта Юрия Георгиевича Исполнилась Запустили Геофизическую Ракету Вот нашего Полигона Который В Тихте Находится Интересно Было бы, конечно На нем Запускать Тоже И спутники Правда На небольшие расстояния Но до 300 Километров Их можно запускать Небольшие спутники Сейчас Время Такое, что Очень сильно Развиваются И Так называемые Малые спутники И вплоть до Нано спутников Которые Намного Дешевле Их можно чаще Запускать И хотят С помощью Этих Спутников Создать Сети И интернет И все Прочее И более Точно Измеряющие Геофизические Параметры Ну Перспективы Есть Такие Если Есть у вас Какие-то Вопросы То Пожалуйста Я могу Вам Ответить Рассекречены ли Исследования Наших Якутских Космофизиков На сегодняшний день Нет Не рассекречены Они Они Хранятся В первом Отделе Ну Мы Что Вот Лично я Делал Когда Мы Прибор Запускался С ядерной Энергетической Установкой То нам Присылали Телеметрические Данные Вот Первого сеанса Когда Запускали И мы Вот В первом отделе На спецблокноте Расписывали Как Функционирует Прибор Правильно Он работает Что измерять И этого Было Достаточно А все остальные Данные Сами Заинтересованные Эти организации Они Обрабатывали И Они Униз Мы получали Только Первый сеанс Второй Чтобы показать Что Прибор работает Данные идут Нормально Верить А Как они Использовали В каких Целях Это У них И все Расположение Якутии Как-то особенно Связано с космосом? Нет Так Напрямую Сказать нельзя Единственное Что Вот Есть Южная Магнитная Аномалия Это Магнитного Поля Естественного Магнитного Поля Земли Она На Над Бразилии А Северо-Восточная Магнитная Аномалия Это Как раз Область Якутии Ну так Получилось Это Расположено Магнитное Поле Так Структура Ось Такая Земная Магнитная Проходит Почему Начали Космические Исследования Вообще Космос Изучать В Якутии Это По Инициативе Основателя Нашего Института Юрия Георгиевича Когда Начинали В 30-е Годы Изучать Космические Лучи То Трудно Было Отделить Эффекты Которые Действительно Из Космоса Происходят Или как-то Земля Влияет А Наши Климатические Условия Тут Разность Температуры Такая Большая До 100 градусов Это Зима Лето Потом И температурная Разность Позволила Отделить Факты Вот Влияния Мете Параметров На Вариации Космических Лучей Это Действительно В этом Был тогда Большой Интерес Вот И это Вот Для исследования Космических Лучей В Якутии Это был Большой Такой Плюс Как вы думаете Чем вызван интерес космосу в нашей стране? Космос Всегда Интересовал Человека Ну Впервые Это Математик Пифагор Вел Это Понятие Мироздание Там И космос И косметика Это Однокоренные Всегда Космос Связывали С красотой Вот Наверное А красота Всегда Волнует Человека Вот Звездное Небо Все это Такое Наверное Так бы я Сказал бы Это Еще Древние Люди Везде Когда Они Ну Во всех Сивилизации Были Обсерватории Там У Майя У Инков Были Ну В Египте Были В Средней Азии Были То есть Космос Он Так же Как вот Всегда Интересовал Человека Встречались Ливы с космонавтом Герман Титов Ну Наш институт Работал Главком В котором Он Был Заместителем Это Командующий Главком По науке Он Приезжал Очень часто В Якутск И вот Работы Которые Мы делали В министерствах В интересах Министерства Обороны Курировал Как раз Герман Титов И Он Куратор Был Этих Закрытых Работ Которые делались В институте Чем Сейчас Занимается Институт Космофизики Ну Интересы Института Достаточно Широкие Он Занимается И Космической Погодой И Исследованием Космических Лучей Сверхвысоких Энергий В том Влиянии Факторов Космических На Погоду Земную И Даже На Здоровье Человека Есть И такие Работы То есть Диапазон Достаточно Обширен Какие еще Открытия Предстоят Человечеству Как вы думаете Открытия Были Будут Всегда Какие Может быть Совсем Неожиданные Которые Мы Трудно Предсказать Сейчас Потому что Открытие Как правило Делается Когда Создается Что-то новое Например Вот Прибор Был Такое Фармацевт Скажем Аптекарь Левенгук Он Придумал Микроскоп И тут Целая Наука И там Столько Открытий Столько Микробов Вирусов И все Проще Поэтому Самое главное Создавать Какие-то Новые Приборы Новые Установки Ну Необязательные Для космоса Но И это Всегда Первый Телескоп Создали Тоже Мир Совсем По-другому Открылся Перед Человеком Столько Много Увидели Самое главное Когда Будут Создаваться Приборы Совершенно Новые Изобретаться Тогда И будут Открытия И много Будет Открытий Так что Все впереди Что за оборудование Стоит на поле На Покровском тракте Около Якутска В близ села Хатасы И работает ли Он сегодня Там Есть Ионозонд И Магнитометры Там станция Магнитная Обсерватория Есть А Приборы Установки Нашего Института Они Во многих Местах В Якутии В Актёмсах Там Широкие Атмосферные Ливни Изучают Там Стоят Приборы На Нескольких Квадратных Километрах На Пятом Километре Покровского Тракта Там Спектрограф Стоит Космических Лучей Спектрограф Он Стоит Из Приборов Которые На разных Уровнях Вырыто Шахты На разных Уровнях Там Стоят Детекторы Космических Лучей А Чем Больше Энергия Тем Она Глубь Земли Проникает Таким Образом Можно Измерять Энергию Измерять Спектр Космических Лучей Такой Прибор Был создан Впервые Ариан Ильичом Кузьминым И он Находился Там Где Богородская Церковь Сейчас Ну Когда Церковь Вернули Эпархия Якутская То Там На пятом Километре Построили Новый Спектрограф Который Носит Его Имя Это До Семидесятых Годов Это Был Уникальный Единственный В мире Прибор Который Мог Измерять Спектр Космических Лучей Может ли Возобновиться Исследование Космоса С территории Якутии? В принципе Говорю Что Есть Возможность В районе Тикси Запускать Ракеты Геофизические Ракеты До 300 Километров Но Это Космос Сейчас Над Этим Работают Наши Коллеги Из Предприятия Тайфун Которые Под Москвой Ну И у нас Собираются Запускать Исследовательские Аппаратуру Для Того Чтобы Испытать Аппаратуру Вот Как будет она Функционировать Ну В смысле Надежность Этой Аппаратуры Испытывать Хотя Быть На кратковременных Полетах На эти Высоты На 300 Километров Над уровнем Земли Как вы думаете Есть ли на сегодня Смысл Полетов Людей На Луну И когда сможет Полететь Пилотируемый Корабль на Марс Пилотируемый Полет на Марс Это Наверное Ближайшее Будущее Это В середине 20-х годов Я думаю Осуществимо Насколько Опасны Для здоровья Населения Якутии Остатки Ракет Которые Падают на нашу Землю От ракет Летающих С космодрома Восточный Опасность Преувеличена Потому Что В настоящее Время Такие Ядовитые Вещества Как гептил Не применяется Уже Более Безопасные Там Топлива А во-вторых Ну Лично Мое мнение Вреда От нашего Мусора Вот Который Мы Производим Как Обычные Люди Гораздо Больше И намного Вреднее Чем то То Что Когда-то Раз в год Ну Два Раз в год Что-то Упадет из космоса Из чего был создан аппарат, который летал в космос и сколько ушло времени на его разработку? Здесь по-разному Например Первые годы, говорю, достаточно быстро были Вот Август Васильевич Ерыгин был такой талантливый инженер, который разработал первые приборы для космических аппаратов Ну это там где-то год был, может даже меньше Тогда были достаточно простые оборудования, ну аппараты, там счетчик гейгера стоял, ионизационная камера, ну это А когда нужно делать сложные там спектрометрические приборы, которые измеряют достаточно точно, которых нужно калибровать там И они рассчитаны на долгие время работы Конечно, это несколько лет минимум нужно От того макета, который сперва просто в создачной Земле и попробуешь До штатного прибора, который будет устанавливаться на космический аппарат Это минимум года три, наверное, нужно Но сейчас идут по другому пути Ну, довольно такой хороший путь Это такие мини-спутники, они набираются из кубиков Кубик 10 на 10 сантиметров, ну я их видел И из них можно собрать уже там готовые элементы Ну, вы видели конструктор, наверное, типа лего Вот там же собирают так вот И также вот из этих заранее разработанных, изготовленных этих кубиков Которые каждый имеет свое назначение Можно собрать достаточно быстро конструкцию Ну, а на такие, скажем, специальные приборы Ну, скажем, как телескоп Хаббла или еще какой-нибудь такой уникальный Там достаточно много лет создавать такой прибор Который, ну, телескоп в космос громадный запустить Время много, денег много, ну и труда много А вот есть другой способ Вот когда как бы из кубиков собирают мини-спутники Нано-спутники, сейчас даже есть такой термин Это достаточно быстро Спасибо за внимание Очень благодарен за проявленный интерес И за ваши вопросы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok